В конце 90-х и начале нулевых скейтбордисты западного побережья США были не в радость правительству. Тогда даже существовали таблички с надписями «No Skateboarding». Местные возмущенные экстремалы в итоге меняли надпись на «Go Skateboarding» и катались на зло всем. После долгой череды подобных выходок в 2004 году Международная ассоциация скейт-компаний поддержала калифорнийских хулиганов и достучалась до американского конгресса. И 21 июня того же года в библиотеке Вашингтона появился документ, признающий эту дату официальным Международным днем скейтбординга. Во Владивостоке под крылом Городской Федерации экстремальных видов спорта этот праздник отмечается уже 8 лет. А из-за нашего географического положения мы каждый год еще и первые, кто встречает скейт-мероприятия в России. Сегодня мы с ребятами поехали по городу, по некоторым спотам, провели ряд номинаций и заключительная часть у нас пойдет в скейт-парке «Юность». Здесь будет три номинации, три победителя и потом все дружно отправимся на море. В свой спортивный праздник местные скейтеры практически отказались от соперничества. Все мероприятия носили больше развлекательный характер. На заранее подготовленных спотах, так скейтбордисты называют свои места для катания и трюков, ребята показывали все свое мастерство владения доской. Интересно, что сюда, во Владивосток, съехались совсем разные тинейджеры со всех городов края. Возможность познакомиться с коллегами по цеху и узнать, как развивается скейтбординг у соседей – вот главная цель экстремалов. Это второй день рождения, можно так сказать, да. Я люблю этот день просто потому, что он есть и потому, что собираются хорошие ребята вокруг, чтобы покататься. Кататься во Владивостоке есть где, говорят скейтеры. Однако останавливаться на давно построенных рампах экстремалы не хотят. Тем более, если этот вид спорта растет, то он растет как в качестве, так и в количестве. И чем свободнее будет на площадках, тем комфортнее будет выплескивать всю свою трюковую фантазию. Мы планируем доделать скейтбординг на спортивной набережной. Мы ведем сейчас реконструкцию. Мы столкнулись с проблемой нехватки денег. В принципе, вот сейчас собираем, если какие-то партнеры появятся, опять же, надо закупить материал. Нашли на полностью покрытие лесом. Нету на фанеру сейчас примерно где-то около 200 тысяч ищем, чтобы полностью завершить парк. В этом году во Владивостоке уже прошло 4 соревнования по скейтбордингу. Пока это занятие нераздельно связано с городскими движениями беймиксеров и любителей самокатов. Все эти экстремальные дисциплины уже открыли свои сезоны и готовятся к предстоящим соревнованиям. Максим Яковлев, Станислав Лазебный. Новости спорта на восьмом.